Здравствуйте, уважаемые магистранты! Продолжим лекции по теме по дисциплине современной технологии и оборудования металлургии. Тема 3. Производство стали. Это продолжение, часть 4. Лектор доктора технических наук, профессор Макаш Вастрамонтовков. На данном слайде указан план лекции. Цель лекции необходимо ознакомиться с технологиями внепечной обработки стали. Пункт 1. Технологические основы внепечного рафинирования. 2. Способы внепечной обработки стали. 3. Современные технологии внепечной обработки стали. 4. Комбинированные комплексные методы внепечной обработки. Пункт 1. Технологические основы вне печного рафинирования. Пункт 1. Ограниченные возможности регулирования физических и физико-химических условий протекания процессов плавки стали в сталиплавильных агрегатах, повышение требований качества стали, а также необходимость разработки технологий и производства стали принципиально нового качества привели к созданию новых сталиплавильных процессов, соответствующих современному уровню развития техники. Одним из элементов таких технологий является вне печная обработка стали. Проведение технологических операций вне плавильного агрегата называют вторичной металлургией, также ковшевой металлургией, вне агрегатной обработкой, вне печной обработкой или ковшевым рафинированием. Основную цель вторичной металлургии можно сформулировать следующим образом. Осуществление ряда технологических операций быстрее и эффективнее по сравнению с решением аналогичных задач в обычных сталиплавильных агрегатах, обеспечивая получение не только высокого, а в ряде случаев и нового качества, но также и повышение производительности сталиплавильных агрегатов, вне печная обработка стали особенно быстро начала развиваться в 70-х годах прошлого века и стала неотъемлемой частью сталиплавильного производства. Вне печная обработка стали – это промежуточный передел между выплавкой стали и ее разливкой, является относительно новым переделом и обязан своим развитием и успехами, в первую очередь достижением физической химии, металлургических процессов и гидродинамики. Вне печная обработка стали позволяет увеличить производительность основного сталиплавильного агрегата за счет выноса операций раскисления, рафинирования и легирования в агрегат вне печной обработки, повысить качество металла за счет удаления вредных газовых примесей и неметаллических включений, повысить эффективность процессов раскисления и десульфурации, обеспечить более точное соблюдение химического состава металла, получать металл с принципиально новыми свойствами, обеспечить необходимую температуру металла перед разливкой, уменьшить угар дорогих лигирующих элементов. В настоящее время методами вне печной металлургии обрабатывают сотни миллионов тонн стали массового назначения. Установки для вне печной обработки имеются на всех заводах качественной металлургии. Обработки подвергают металл, выплавленный в мартеновских печах, дуговых электропечах и конвертерах. Методы вне печной обработки могут быть условно разделены на простые и комбинированные способы. То есть простой способ это обработка металла одним способом, комбинированный способ включает в себя обработку металла несколькими способами одновременно. К простым методам относят следующие способы. Это обработка металла вакуумом, продувка инертным газом, обработка металла синтетическим шлаком в ковше, введение реагентов вглубь металла, продувка порошкообразными материалами. Основными недостатками перечисленных простых способов обработки металла является необходимость перегрева жидкого металла в плавильном агрегате для компенсации снижения температуры металла при обработке в ковше и ограниченность воздействия на металл. Наилучшие результаты воздействия на качество металла достигаются при использовании комбинированных способов, когда в одном или нескольких последовательно расположенных агрегатах осуществляется ряд операций. Для их осуществления оказывается необходимо усложнять конструкцию ковша и использовать более сложное оборудование. Непичная обработка стали комбинированными методами проводится 1. В обычном стали разливочном ковше с футировкой из шамота и с вертикальным стопором. 2. В стали разливочном ковше с футировкой из основных высокоогнеупорных материалов и стопором шиберного типа. 3. В стали разливочном ковше оснабженным крышкой. 4. В стали разливочном ковше, оборудованном для вдувания газа или газопорошковой струи снизу через смонтированное в днище устройство. 5. В агрегате ковше с крышкой, через которую опущены электроды, нагревающие металл в процессе его обработки. 6. В агрегате типа конвертера с продувкой металла кислородом, аргоном или паром. 7. В агрегате типа конвертера. 7. Снабженным оборудованием для вакуумирования расплава. 8. Способы внепечной обработки стали. Обработка металла вакуумом влияет, как известно, на протекание тех реакций и процессов, в которых принимает участие газовая фаза. 8. Газовая фаза образуется в частности при протекании реакции окисления углерода, то есть образования оксида углерода, при протекании процессов выделения растворенных в металле водорода и азота, а также процессов испарения примесей цветных металлов. 8. В стали практически всегда содержится определенное количество углерода. 9. Метод этот влияет на реакции процессов, в которых принимает участие газовая фаза. 10. Уравнение такой простой реакции приведено на слайде. 10. Уравнение константной реакции при обработке вакуумом равновесие сдвигается вправо, кислород реагирует с углеродом, образуется окись углерода. 11. В тех случаях, когда кислород металль находится в составе оксидных неметаллических включений, снижение давления над расплавом приводит в результате взаимодействия с углеродом к частичному или полному разрушению этих включений. 12. Более слабые включения, такие, например, как оксид марганца или хрома, восстанавливаются почти нацево. 13. Для восстановления более сильных, прочных включений, таких как, например, оксид алюминия или цитана, требуется очень глубокий вакуум. 14. Снижение концентрации кислорода в металле при обработке вакуумом за счет реакции окисления углерода получило название углеродное раскисление. 15. Преимущества способа состоят в следующем. 16. Уменьшается содержание растворенных кислорода, водорода, азота и содержание оксидных неметаллических включений. 16. В результате выделения большого количества газовых пузырьков металл перемешивается, становится однородным, происходит гомогенизация расплава. 17. Заметная часть перемесий цветных металлов при обработке вакуумом испаряется. 17. Необходимо иметь в виду, что при обработке вакуумом испаряются также и железо, и полезные примеси. 18. Однако эти потери становятся ощутимыми лишь при очень глубоком вакууме и очень длительной выдержке. 18. Продувка инертными газами металлов в известной мере влияет также, как и обработка вакуумом. 18. При продувке инертными газами массу тела принизывают тысячи пузырьков инертного газа. 18. Каждый пузырек представляет собой маленькую вакуумную камеру, так как парциальные давления водорода и азота в таком пузырьке равны нулю. 19. При продувке инертным газом происходит интенсивное перемешивание металла, усреднение его состава. 20. В тех случаях, когда на поверхности металла наведен хороший шлак, перемешивание облегчает протекание процесса ассимиляции таким шлаком не металлических включений. 21. Если этот шлак имеет высокую основность, происходит и десульфурация металла. 22. Когда хотят получить сталь с особо низким содержанием углерода, кислород, подаваемый для продувки в ванной, разбавляет инертным газом. 22. При этом равновесие реакции кислород плюс углерод, как показано на слайде, 23. Забегается вправо, так как в газовой фазе в составе продуктов реакции, кроме оксидов углерода, 23. Будет находиться и инертный газ, и парциальное давление оксида углерода уменьшится. 23. Масса пузырьков инертного газа сама облегчает процессы газовыделения, 24. Так как эти пузырьки являются готовыми полостями с развитой поверхностью раздела для образования новой фазы. 24. Необходимо иметь в виду, что продувка инертным газом сопровождается снижением температуры металла, 25. Поэтому ее часто используют для регулирования температуры металла в ковше. 25. Технически операция продувки больших масс металла инертными газами в ковше проще и дешевле, 26. Поэтому там, где это возможно, продолжительная по времени продувка инертными газами, 26. Проводимая через пористые пробки в днище ковша или через полный стопор, 27. Заменяет обработку вакуумом. 27. При продувке металла инертными газами достигают следующие показатели. 28. Первое. Энергичное перемешивание расплава, 29. Облегчение протекания процессов, удаление в шлаг нежелательных примесей. 29. Второе. Усреднение состава металла. 30. Третье. Уменьшение содержания газов в металле. 31. Четвертое. Облегчение условий протекания реакции окисления углерода. 31. Пятое. Снижение температуры металла. 32. Следующий способ – это обработка металла синтетическим шлаком в ковше. 33. Специально приготовленный шлак позволяет интенсифицировать переход в шлак тех вредных примесей, которые удаляются в шлаковую фазу, а именно серы, фосфора, кислорода. 33. В тех случаях, когда основная роль в удалении примесей принадлежит шлаковой фазе, скорость процесса пропорциональна величине площади межфазной поверхности. 34. Обычно способ обработки стали синтетическим шлаком используют прежде всего для удаления серы. 35. Поэтому основой искусственного приготовленного шлака является оксид кальция для снижения температуры плавления. 36. Для снижения температуры плавления в состав шлаковой смеи все вводят оксид алюминия или другие добавки. 36. Поскольку в таком шлаке практически нет оксидов железа, он является одновременно хорошим раскислителем. 37. Если ставится задача очистки металла от неметаллических включений определенного состава, то соответственно подбирают состав синтетического шлака. 38. Во всех случаях задача заключается, во-первых, получение шлака нужного состава, и во-вторых, разработка способа получения максимальной поверхности контакта шлаковой и металлической фаз. 39. Таким образом, также показаны достоинства способа. 40. Это шлак синтетический, который специально в зависимости от поставленных задач. 41. Интенсивнее происходит переход в шлак вредных примесей, и синтетический шлак является одновременно хорошим раскислителем. 41. Следующий – это внедрение реагентов вглубь металла. 42. Цель способа улучшить структуру слитка, ликвидировать или уменьшить ликвацию, центральную рыхлость и пористость, и тому подобные пороки. 42. Особенности данного способа следующие. 43. Скорость кристаллизации слитка пропорционально разности температур у фронта кристаллизации и на поверхности слитка. 44. Чем больше масса слитка, тем медленнее он кристаллизуется, 45. Чем сильнее в обычных условиях развиваются ликвационные и другие неприятные явления. 45. Регулируя время пребывания в металлах в жидком состоянии в изложнице или кристаллизаторе и интенсивность охлаждения металла, можно обеспечить получение нужного слитка. 46. Обычно для интенсивного охлаждения поверхности слитка пользуются водой. 46. Следующий способ – продувка порошкообразными материалами. 47. Этот способ имеет целью обеспечить максимальный контакт вдуваемых твердых реагентов с металлом. 48. Достоинства способа следующие. 48. Реагент в металл вдувается струей газоносителя, который сам оказывает определенное воздействие на металл. 49. Газоносителем может быть и окислитель, и восстановитель, и нейтральный газ. 49. Какие газы указаны в скобках. 49. Можно вдувать в металл также сильнодействующие реагенты, которые из-за больших энергий взаимодействия и соответствующего пироэффекта обычными способами вводить в металл нельзя. 50. Или из-за их вредного воздействия на здоровье опасно. 50. Слитки. 51. Пункт 3. Современные технологии вне печной обработки стали. 51. Одним из способов являются способы вакуумирования. 52. На данном слайде приведены различные способы вне печного вакуумирования. 53. Система обработки жидкой стали вакуумом была предложена еще без семер. 53. Практическое использование методов не печного рафинирования для повышения качества металла относится еще к середине предыдущего прошлого века, то есть к 50-м годам. 54. Ковш с металлом опускали в камеру, которую затем плотно закрывали крышкой и закрытой таким образом камерой откачивали в воздух. 54. В настоящее время в промышленно развитых странах успешно работают сотни установок вне печного вакуумирования различной конструкции. 55. Самым простым способом является способ вакуумирования в ковше. 55. Здесь у нас приведены эти различные способы. 56. Недостатком вакуумирования в ковше является невысокая эффективность метода при вакуумировании относительно больших масс металла, то есть выше 50 тонн, и неравномерность состава металла в ковше после ввода раскислителей или герующих следствие слабого перемешивания всей массы металла. 56. Этого можно избежать в случае, когда предусматривается продувка металла в ковше инертным газом или электромагнитное перемешивание. 57. При продувке металла инертным газом к обычным потерям тепла при выпуске выдержки в ковше добавляется потеря тепла на нагрев газа, продуваемого через металл. 57. При электромагнитном перемешивании этот недостаток ликвидируется, однако электромагнитное перемешивание требует более сложного и дорогостоящего оборудования. 58. Как указано на данном слайде, вакуумирование металла проводится в стали разливочном ковше. Лучшие результаты при этом получаются для неразкисленного металла. 58. Разновидности процесса следующие. ВВД – это вакуумная дегазация металла и ВООД – это вакуумно-кислородное обезуглероживание. 59. Тут используют продувку кислорода. 60. На данном слайде и предыдущем приведены схемы вакуумирования стали, то есть камерное вакуумирование, обезуглероживание стали, струйное вакуумирование, циркуляционное вакуумирование и порционное вакуумирование. 61. Ковш с металлом помещают в вакуумную камеру, организуют перемешивание металла инертным газом, раскислители вводят в ковш из бункера, также находящегося в вакуумной камере. 62. Этот метод называют камерное или ковшевое вакуумирование. 63. Металл при струйном вакуумировании металл вакуумирует при переливе из ковша в ковш или из ковша в изложницу, то есть обработке вакуумом подвергается струя металла. 63. Для порционного вакуумирования металл из камеры сливается по патруку в ковш, затем камера спускает и под действием разрешения в нее засасывается очередная порция металла. 64. В некоторых случаях поднимает и опускает не вакуумную камеру, а сам ковш металлом, а камера остается неподвижной. 64. Этот способ также называют DH по первым буквам предприятия Dortmund Horder в Германии, где он и был осуществлен впервые. 64. То есть металл под воздействием феростатического давления засасывается в вакуумную камеру. 64. Также способ есть циркуляционного вакуумирования, на рисунке он под рисунком Г, также он называется как RH-процесс. 64. По первым буквам предприятия Rausch-Stahl-Heraes, также Германия, где он был впервые осуществлен. 64. В данном случае два патрубка вакуумной камеры погружают в металл. 64. При вакуумировании порция металла засасывается в вакуумную камеру. 64. В один из патрубков начинает подавать инертный газ, в результате чего металл в этом патрубке направляется вверх в вакуумную камеру, а по другому стекает вниз в ковш. 64. Методы вакуумной обработки стали непрерывно совершенствуются, предлагаются новые решения, позволяющие получать металл высокого качества с использованием более простых методов. 64. Одним из таких примеров показан на данном слайде на рисунке. 64. Этот метод разработан на одном из японских заводов. 64. Назван он метод пульсационного перемешивания металла в ковше. 64. Схема следующая на установке такого типа обрабатывает около 100 тонн плавки конвертерного металла. 64. Сущность метода заключается в переменном включении и выключении подачи аргона и вакуумного насоса, вследствие чего металл в цилиндре или в ковше интенсивно пульсирует, что обеспечивает высокую степень его рафинирования. 64. Достоинство установки состоит в возможности высокоэффективной работы без глубокого вакуума. 64. Для интенсификации процесса обезуглероживания вакуумные установки в ряде случаев дополняют устройствами для одновременной продувки металла кислородом. 64. На таких установках удается в необходимых случаях получать особо высокую степень обезуглероживания. 64. При химической реакции при вакуумировании увеличивается выход углерода. Продувка кислородом обеспечивает еще большее снижение в стали. 65. Этот принцип положен в основу так называемого вакуума кислородного обезуглероживания. 65. Обычно распространено второе обозначение такого процесса. 66. Это процесс ВОД. 66. Вакуум кислород обезуглероживания. 66. На данном слайде установка вакуума кислородного обезуглероживания показана. 66. На левом рисунке приметительно к установкам циркуляционного вакуумирования процесса безуглероживания ускоряется при введении кислорода для продувки или обдувки металла непосредственно в камере циркуляции. 66. Такой процесс получил название РХОБ. 66. Установка РХОБ показана на правом рисунке данного слайда со всеми показателями. 67. По иному проблема сочетания конвертера с вакуумной установкой решена при вакуумном кислородном обезуглероживании в конвертере. 67. Данный процесс назван ВОТС. 67. Заново отфотированный конвертер имеет объем 28 кубических метров. 68. Он показан на данном слайде на рисунке. 68. Конвертер оборудован вакуум плотной крышкой через вакуумное уплотнение которой вводится кислородная форма. 69. Днище конвертера проходит асимметрично с сопло для подачи аргона с целью дополнительного перемешивания. 69. Вакуум-провод от конвертера вмонтирован непосредственно в камеру вне печного вакуумирования. 69. После заливки полупродукта наводят шлак. Во все периоды плавки через подовую форму подают аргон. 70. Окисление углерода в этом случае протекает так же как при вакуум кислородной продувке. 70. Подачу кислорода прекращает при концентрации углерода примерно 0,2%. 70. Затем поднижает давление до 665 паскал. 70. Кислород необходимый для окисления углерода поступает в первую очередь из шлака. 70. Температура металла поднижается на этот период примерно на 60 градусов Цельсия. 70. В конце плавки присадкой ферросилиция осуществляется восстановление из шлака, хрома и марганца. 71. Присаживается известь плавки ковыш-пад и корректирующий присадки. 71. Перед окончанием плавки шлак скачивает и металл выпускает в ковш. 71. Следующий метод – это метод продувки инертными газами. 72. Для повышения качества металла получил промышленное распространение. 71. По мере освоения технологии получения дешевого аргона в больших количествах данный способ. 72. На кислородных станциях аргон выделяют при ректификации жидкого воздуха. 73. Если завод имеет мощную кислородную станцию, то объем попутно получающегося аргона достаточен для обработки больших количеств стали. 73. В тех странах, где имеются запасы гелия, для продувки используют также гелий. 74. Для продувки металла, не содержащего нитридообразующих элементов, часто используют азот, так как при температурах 1550-1600 градусов по Цельсию, процесс растворения азота в жидком железе не получает заметного развития. 74. Расход инертного газа составляет обычно 0,1-3 кубических металла на тонну стали. 75. Тепло при продувке дополнительно затрачивается на нагрев инертного газа и излучение активно перемешиваемыми поверхностями металла и шлака. 75. Большая часть тепловых потерь связана с увеличением теплового излучения. 75. Поэтому такой прием, как накрывание ковша крышкой при продувке, позволяет заметно уменьшить потерь тепла, при этом одновременно снижается степень окисления обнажающегося при продувке металла. 76. Простым и надежным способом подачи газа является использование так называемого ложного стопора. 77. На данном слайде он приведен на рисунке справа. 78. Показано, что это форма в виде ложного стопора для вдувания брышкообразных реагентов в металл. 79. Такие устройства типа ложного стопора безопасны в эксплуатации, так как в схему футировки ковша не нужно вносить никаких изменений, но они обладают малой стойкостью. 79. В результате интенсивного движения металлогазовой взвеси вдоль стопора составляющие его огнеупоры быстро смываются. 79. Большое распространение получил способ продувки через устанавливаемые днища ковша пористые огнеупорные вставки или пробки. 80. Конструкция пористой пробки для продувки металлоргоном показана на слайде с левой стороны. 80. В тех случаях, когда продувку проводят одновременно через несколько вставок, эффективность воздействия инертного газа на металл существенно увеличивается. 80. Продувка с расходом определенного количества газа стали достаточной для усреднения химического состава и температуры металла. 80. Во многих случаях продувку инертным газом проводят одновременно с обработкой металла вакуумом. 80. В этом случае расход инертного газа может быть существенно уменьшен. 80. Совмещение продувки инертным газом, обработкой шлаком способствует повышению эффективности использования шлаковых смесей, 80. Так как интенсивное перемешивание при продувке увеличивает продолжительность и поверхность контакта металла со шлаком. 80. Если при этом ковш, в котором осуществляется такая обработка, накрыт крышкой, 80. То наличие в пространстве между крышкой и поверхностью шлака атмосферы инертного газа предохраняет металл от окисления, 80. Снижение потерь тепла, позволяет увеличивать продолжительность контакта металла с жидким шлаком. 80. На этом принципе основана разработанная на одном из заводов Японии технология так называемого ЦАП процесса. 80. Схема такого процесса показана в левой части данного слайда на левом рисунке. 80. Данная технология предусматривает наличие на поверхности металла в ковше синтетического шлака заданного состава. 80. В тех случаях, когда из стали плавильного агрегата в ковш падает какое-то количество конечного окисленного шлака, 80. Например, при выпуске плавки из конвертера используют метод, названный металлургами Японии САП. 80. Схема САП процесса и рисунок ковша представлены с правой стороны. 80. Введение в металл добавок в нейтральной атмосфере и хорошее их усвоение при перемешивании металла инертными газом 80. Обеспечивается в несколько усложненном способе защиты зоны продувки, названным процессом ЦАП. 80. По этому способу в ковш сверху сверху вводят огнеупорный колпак, закрытый снизу, расплавляющимся металлическим конусом, 80. Таким образом, чтобы внутрь этого колпака не попал шлак. 80. Затем снизу под колпак подает аргон. 80. На данном слайде показаны способы продувки металла в ковше, сверху, снизу, когда подается газ, сбоку, то есть через пористые швы в днище, через шиберный затвор, через боковую стенку ковша и по способу САП. 80. Следующий способ – аргонокислородная продувка. 80. Влияние продувки металла инертным газом на уменьшение парциального давления моноксида углерода, образующегося при окислении углерода, использовано при обработке такого процесса, как аргонокислородное обезуклероживание или аргонокислородное рафинирование. 80. Продувая металл смесью кислорода с аргоном, добивается разбавления пузырей оксида углерода аргоном и соответствующего сдвига вправо равновесия реакции. 80. Окислительный потенциал газовой фазы при этом достаточен для проведения реакции окисления примесей ванны. 80. Для осуществления процесса аргонокислородного рафинирования создан специальный агрегат, обычно именуемый как АОД-конвертер. 80. Конструкция конвертера для аргонокислородной продувки показана на рисунке, где сам конвертер – это А, и В – это специально созданная форма. 80. Конструкция форма для подачи смеси аргона и кислорода позволяет в широких пределах регулировать соотношение кислорода и аргона. 80. При этом, соответственно, меняется окислительный потенциал вдуваемой газовой смеси вплоть до продувки только обычным аргоном. 80. При этом, если продувку ввести под высокоосновным шлаком, высокоосновным шлаком обеспечивается также эффективная десульфурация расплава. 80. Сравнительная простота организации аргонокислородной продувки, высокая производительность агрегатов и возможность изменять в широких пределах окислительный потенциал газовой фазы приводят к непрерывному расширению сферы распространения этого метода. 80. Этот метод используют для производства не только коррозионостойких, но также и для электротехнических, конструкционных и других видов связи. 80. Этот метод позволяет получать в конвертере высокоохромистые стали непосредственно из чугуна с использованием в качестве шифтового материала хромистой руды. 80. В качестве примера на одном из заводов Японии организовали производство коррозионостойкой стали из расплава никелевых и хромистых руд. 80. По сравнению с известным способом получения таких стали из скрапа по схеме дуговая электропичная тироконвертер аргонокислородной продувки, затраты энергии в новом процессе ниже, содержание неметаллических включений азота меньше, поскольку используют первородную шахту и не происходит образование атомарного азота в зоне продувки. 80. Обработка стали шлаками 80. В тех случаях, когда основную роль в удалении примесей выполняет шлаковая фаза, скорость процесса пропорциональна увеличению межфазной поверхности металлшлака, интенсивности и продолжительности перемешивания и шлака. 80. На практике используют ряд технологий. Это одна из них использование высокоосновного и малоокисленного конечного шлака из электроплавки. 80. Если при этом в электропече расплавить лигатуру и смешать ее с металлом, выплавленным в конвертере или мартеновской печи, получается так называемый совмещенный процесс. 80. Технологическая схема обработки стали жидкими синтетическими шлаками с использованием дуговой электропечи, заливкой синтетического шлака в стали разливочной ковш и выпуском стали. 80. Под номером 3 показано на слайде на рисунке. 80. Падая с большой высоты в ковш, струя металла энергично перемешивается с лигатурой и высокоосновным раскисленным шлаком происходит раскисление, ликирование и десульфурация стали, как мы видим здесь на данном слайде. 80. Во многих случаях в электропечах просто расплавляют один шлак и этим шлаком обрабатывают сталь, выплавленную в конвертере мартеновской или электропечи. 80. Следующий способ – это введение реагентов вглубь металла. 80. В данном случае имеется три способа. 80. Это продувка металла порошкообразными материалами, введение материалов в виде проволоки и использование утапливаемых блоков. 80. Приемы работы при продувке металла порошкообразными материалами следующие. 80. Первое – это добавка кальция в составе различных сплавов, смесей, соединений. 80. И второе – введение кальция в виде этих смесей и соединений углубь металла. 80. То есть происходит инъекция или инжекция процесса. 80. При введении материалов в виде проволоки, как видно из рисунка на данном слайде, ввод проволоки в металл, то есть введение порошка кальция в металл проводится в виде проволоки. 80. Такие материалы, как порошкообразный кальций, являются очень дорогостоящими. 80. Практика показала, что существенная экономия кальция достигается именно при введении порошка кальция в металл в виде проволоки, состоящей из оболочки, внутри которой находится спрессованный порошок. 80. Промышленность ряда стран выпускает проволоку также с порошками сплава бария, с бором, титаном, цирконием, телуром, селеном и другими элементами. 80. Следующий способ – это использование утапливаемых блоков для снижения угара и повышения эффективности использования таких легкоплавких и легкоиспаряющихся элементов, 80. Как алюминий, кальций и магний, некоторое распространение получил способ введения вглубь металла в виде блоков. 80. В данном случае кальций вводят в виде заключенного в тонкий стальной кожух блока цилиндрической формы, состоящего из железа и кальция. 80. Блок крепит на защищенную фрутировку из штанги и соотношение содержания железа и кальция в блоке подбирает таким образом, чтобы можно было обеспечить постоянное, постепенное взаимодействие кальция, снижение его потерь, а также уменьшение дыма и пламя образования. 80. Преимущество в данном случае для введения блоков не требуется сложного оборудования. 80. Еще более простым является метод опускания в металл алюминиевых блоков. 80. Пункт 3.4.4. Это комбинированные комплексы вне печной обработки стали. 80. Как было сказано выше, комбинированные методы вне печной обработки стали включают в себя несколько простых одновременно способов. 80. Здесь в данном случае также комбинированный способ можно разделить на два типа. 80. Это обработка металла несколькими простыми способами одновременно и создание агрегатов, получивших название кож-печь или LF. 80. На данном слайде показана печь, ковш, схема рисунка печи, ковша производства фирмы SMS Mavis. 80. Показана схема и проведение процесса. 80. Обычно агрегаты ковш-печь работают как на переменном, так и на постоянном токе. 80. В качестве примера превращения простого метода в комплексный можно привести пример трансформации агрегата циркуляционного вакуумирования. 80. Обычно такие печи-ковши позволяют проводить следующие операции, как дегазация, подогрев, десульфурация, раскисление, легирование, науглероживание и глубокое обезукрование. 80. Одно из недавних предложенных способов является способ непечной обработки стали в ковше с применением импульсно-динамического устройства. 80. Это устройство благодаря своей простоте существенно дешевле, чем установка печь-ковш и может выполнять ее основные функции. 80. С помощью импульсно-динамического устройства можно выполнять следующие операции – раскисление, легирование, рафинирование, модифицирование, дегазацию, удаление шлака, усреднение химического состава и температуры. 80. Схема импульсно-динамического устройства приведена на данном рисунке. 80. Это устройство представляет собой кассету или картридж, заполненную материалами, необходимыми для обработки стали в ковше. 80. Материалы располагаются в кассете в необходимом порядке в секторах, разделенных плавящимися перегородками или сегментами. 80. Перемешивание металла в ковше осуществляется за счет использования реактивной энергии струйных течений, получаемых при помощи струйно-вихревых смесителей. 80. Схема расположения элементов кассеты импульсно-динамического устройства показана на данном слайде. 80. Эти струйно-вихревые смесители работают на основе испарения активной составляющей магния или кальция и экзотермических реакций окисления примесей, что позволяет рассчитывать на эффективное перемешивание при рафинировании стали. 80. Время обработки при помощи этого устройства не превышает 10 минут. Устройство вводится в ковш с металлом при помощи подъемного механизма и экранного модуля. 81. Внедрение современных методов непечной обработки позволяет заметно уменьшить масштабы производства стали при сохранении потребностей машиностроительной промышленности и других отраслей народного хозяйства. 82. Внедрение современных методов непечной обработки позволяет заметно уменьшить расход ферросплавов и, соответственно, сократить их производство. 83. Внедрение современных методов непечной обработки позволяет производить высококачественные легирования и высоколигированные марки стали и сплавов при использовании более простых в изготовлении более дешевых ферросплавов. 4. Внедрение современных методов внепечной обработки существенно расширило возможности рационального использования и переработки непосредственно на металлургических заводах шлаков и шлаковых отвалов, шламов, отходов смежных производств. 5. Высокое качество и надежность, получаемые после внепечной обработки металлопродукции, существенно сокращают случаи аварий на транспорте, разрывов газопроводов, непритепроводов и т.п. губительно отражающихся на природе. На данном слайде приведены контрольные вопросы, на которые необходимо ответить письменно и выслать мне на электронную почту. На этом лекция окончена. Всем спасибо за внимание. До свидания.